Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что снова пришли ко мне в гости. У вас уже такое бывает? Утепляешься самыми разными способами и всё равно мёрзнешь. Как избежать этой проблемы, мы узнаем у наших экспертов. Итак, сегодня у меня в гостях эксперт по выбору и качеству продуктов Костя Грубич, диетолог Светлана Фуз и врач-уролог Антон Глебов. Спасибо, что пришли. Мы будем сегодня говорить об особых вещах. И я поясню, почему пригласила именно этих моих друзей-экспертов. Во-первых, мы научимся разбираться в том, какие продукты являются согревающими. Во-вторых, мы займёмся выбором качественной согревающей одежды, которой ваш любимый не замёрзнет даже на зимней рыбалке. И в-третьих, обратим внимание на особо уязвимую в холодное время систему организма, за которую отвечает как раз урология. Но я для начала, наверное, всё-таки сниму с себя тёплые вещи, потому что в вашей компании мне всегда тепло. У нас сегодня три очень важных, интересных и популярных вопроса от наших зрителей, на которые наши эксперты дадут исчерпывающие ответы. Хочу обратить внимание на вот этого человека. Как видите, он покрыт инеем, так как ещё не знает трёх очень важных вещей, которые могут спасти его от переохлаждения. Как только мы будем узнавать об этих секретах, наш замороженный человечек будет потихоньку отогреваться. Итак, начнём. Первое письмо от Ани из Одессы. Я в последнее время стала жуткой мерзлячкой. Раньше такого не было. Мама говорит, что это может быть связано с тем, что последний месяц я сижу на диете. Но я с ней не согласна. Я же веду более здоровый образ жизни. Помогите разобраться. Я согласна с мамой, потому что уменьшение поступления энергии, особенно в зимний период, приводит к тому, что организм начинает мёрзнуть. Ему нечем согреться, и он всё время находится в состоянии переохлаждения. Можно похудеть и поддерживать свою фигуру, не убирая из питания ни углеводы, ни жиры, ни белки. Для того, чтобы наглядно показать, почему организм начинает испытывать вот это вот чувство охлаждения, я попросила Тараса Шпиру провести эксперимент. Давайте посмотрим на этот эксперимент. Привет, Надя, ребята. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, я участвую в эксперименте, сути которого не понимаю. Светлана Фус попросила меня разжечь два костра. Один из целой горы мелкого хвороста, а второй всего из нескольких, но толстых поленей. И попросила узнать, на каком из костров быстрее закипит вода. Поджигаем. Вода на костре из толстых поленьев закипела первой и продолжает подкипать. Ну а вот тонкий хворост, несмотря на то, что его было очень много, целая гора просто перегорел. Вода немного подогрелась, но недостаточно для того, чтобы закипеть. Света, не знаю, как ты применишь эти знания. Результаты нашего эксперимента таковы. Да. Света, ну для чего же Тарас разводил костры? Необыкновенно интересно. Два костра, которые один состоит из хвороста, а второй из толстых бревен. Ну да. Вот хворост, это у нас низкокалорийная еда. Зелень, овощи, обезжиренные молочные продукты, диетическое мясо и так далее. Быстро сгорает, тепла не дает, скипятить литр воды очень проблематично на таком костре. А если это толстое бревно? Толстое бревно – это калорийная пища. Мясо, каши, макаронные изделия, жирная рыба, масло, которое медленно горит, тлеет, дает хорошее количество тепла. На нем можно согреть не только литр воды, но еще и сварить суп. Естественно, что когда мы кушаем нормальную пищу, которая содержит все необходимые компоненты, наш организм может и согреться, и получить все питательные вещества, которые будут поддерживать обмен веществ на нормальном уровне. Светочка, мы будем налегать на жиры, углеводы, белки, и к весне не то что в шорты, я не знаю, во что не влезем. И понятное дело, что не надо кушать бутерброд с салом и посыпать это сливочным маслом и съедать кучу орехов три раза в день для того, чтобы поддержать уровень жиров. Нам достаточно съедать то количество жира, которое необходимо. Это должно быть около 1 грамма на килограмм массы тела. Если мы весим 60 килограммов, то достаточно 60 граммов жиров, которые будут состоять и из животных, и из растительных жиров. Первый секрет, как сохранить свое тело от переохлаждения, мы уже имеем. Постепенно наш снежный человечек оттаивает. Светочка, а на десерт, компот, напиток? На десерт можно использовать сухофрукты. Они дают и глюкозу, которая будет поддерживать наше настроение в зимнее время. Согревающими свойствами обладают чаи со специями. Вот это очень полезно зимой, это разгоняет нашу кровь, усиливает кровообращение. Так есть у нашего человечка такая прелесть? Да, у нашего человечка есть целый набор и сухофруктов, и чаев. Мы все больше и больше оттаиваем. Первый секрет – это правильный рацион. Рыба жирных сортов, курага, чернослив, другие сухофрукты, которые вам нравятся, и согревающие чаи, например, с корицей или гвоздикой. Переходим к следующему письму. Мила из Запорожья пишет. У моего мужа каждую зиму возникают проблемы со здоровьем. Как наступают морозы, сразу обостряется простатит, который уже стал хроническим. Но, несмотря на все это, заставить носить его под штаники не могу, потому что он говорит, что якобы мужское достоинство в них перегревается. А еще жалуется, что ему в них неудобно. Но мне кажется, что он просто стесняется их носить. Помогите, как его переубедить? И как выбрать самый лучший вариант – утеплиться под одеждой? Чего стесняться? Никто ж не заглядывает туда, кроме жены. Давайте для начала представим, что мочевыделительная система у мужчин – это пластиковая бутылка с водой. Она может как перегреться, может и переохладиться. Начнем с переохлаждения. Если мы имеем жидкость, то при снижении температуры она замерзает. Если мы попытаемся достать всю воду из этой бутылки, она у нас не будет течь. Что-то похожее происходит и с мочой при переохлаждении. Да ладно, но она же не замерзает. Это не моча, это мочевыделительная система и ее работа, на которой мы условно можем продемонстрировать, как меняется состояние человека при переохлаждении. Сейчас мы говорим про переохлаждение. Соответственно, у нас есть нарушение оттока мочи. Развается это по нескольким причинам. С потоотделением, с мочой, с дыханием человек каждый раз теряет тепло. Если у организма есть дефицит тепла, то он становится жаден и прекращает выделять в нормальных объемах мочу. При этом моча, которая у нас является транспортом для продуктов обмена, токсических веществ, то есть те вещества, которые у нас начнут накапливаться в организме и начнут его отравлять. Вследствие уже воспалительных процессов мы получаем у женщин цистит, у мужчин простатит. И с нарушением текучести этой жидкости это или утрудненное, или болезненное мочеиспускание. При перемерзании у нас нарушается выделение жидкости, уменьшение количества мочи, что мы видим на примере данной баночки. Следующий вариант крайности это перегревание. Для этого у нас есть следующая емкость, которая визуализирует для нас мочевыделительную систему. В нее мы нальем кипяток, смотрим, что происходит с нашей мочевыделительной системой. Уже на первых секундах эксперимента мы видим, что мочевыделительная система деформируется. И протекает. Мужская мочеполовая система создана таким образом, чтобы работать в нормальном режиме при температуре чуть ниже температуры тела. Это касается яичек, которые расположены в мошонке. И их температура должна быть на 3-4 градуса ниже температуры тела человека. Если у нас идет систематическое и практически постоянное перегревание данной области, то у нас нарушается процесс созревания сперматозоидов. Они становятся или менее жизнеспособными, менее подвижными, или просто неправильно развиваются. Какое же отношение это имеет к подштанникам? Неужели они могут настолько нагреть эту область у мужчины? Если очень стараться, то можно перегреть все. То я так понимаю, что и перегреть можем, благодаря подштанникам, и не догреть. И заморозить, да. А третья баночка для чего? Третья баночка. Это как раз у нас показатель, как оно должно быть. Нет деформации, мы имеем хорошую текучесть. Все должно работать хорошо. То есть мы купили качественные кальсоны. Может быть и мы с вами купили качественные кальсоны. Я даже в этом уверена, вы же все-таки эксперты. Но то, что Мила говорит о ее муже, он стесняется носить кальсоны. Это удивительно, ведь это, по-моему, очень прекрасная часть мужской одежды. Ну, это с точки зрения женщин прекрасно. Но люди действительно соромлятся. Это расповсюдженное такое утверждение. Ну, ты же в кальсонах? Безумовно. И не соромлюсь от этого. Хотелось бы, конечно, увидеть, ребята, какие кальсоны вы для себя выбрали. Ну, прямо сейчас. А когда же? Мне некогда ждать. Антон. В кальсонах? В кальсонах. Ну, а я же. Ой, какие прекрасные. Я сразу вижу, ребята, что кальсоны вам идут. Мне кажется, что поскольку мужчины чаще носят короткую одежду, например, куртки зимние, то у них полностью ноги открыты. И, извините меня, все самое дорогое на морозе может просто замерзнуть. Поэтому выбор кальсонов – это жизненно важный момент. Для начала я хочу рассмотреть модели и объяснить наиболее частые ошибки, которые могут быть при выборе кальсонов. С точки зрения врача. С точки зрения врача, да. Отлично. Потому что про ткани, про их безопасность. И фасон – это не главное для человека, потому что это все должно быть скрыто. Самое главное – не гнаться за модой при выборе кальсонов. То есть заниженная талия здесь не нужна. Если мы их скрываем, то мы их не должны минимизировать. Эта же талия и область, которая фиксирует наши кальсоны, она не должна быть излишне тугой. У нас не должны передавливаться сосуды, не должны передавливаться ткани. И, Антон, я целиком с тобою погоджуюся и раджу усім споживачам, и чоловікам, и их дружинам не соромтися взять в магазине кальсоны в руки и растягнуть. Я бы сказал, что эти белые кальсончики тут за туга гумочка. Любые кальсоны должны быть комфортными. Их нужно мерить и подбирать по себе индивидуально. Они не должны доставлять дискомфорта и не должны вызывать неприятных давящих ощущений. Ну, а гудзыки, фурнитура, риза, тоже можно? Да, второй очень важный момент, чтобы минимизировать какие-то твердые части, в первую очередь из металла, чтобы там не было молнии, чтобы там не было украшений. Металлические части хорошо охлаждаются, и потом этот холод передают на уязвимые половые органы мужчины. Из какого материала лучше выбирать? Наиболее распространенные кальсоны – это синтетика. Чаще всего или 100% синтетическую ткань, или же примесь синтетической ткани к натуральным волокнам. Плюс синтетическая ткань – то, что она имеет хороший потаотталкивающий свойства. Она выводит влагу наружу. Подобные кальсоны очень хорошо используют людям, которые занимаются зимними видами спорта. А из натуральных тканей, наверное, кальсоны подороже будут? Сейчас очень много кальсонов представлено, которые сделаны 50-50. 50% – это натуральная сыровь, и 50% – синтетика. Вот мы имеем такой изразочек. То, что торкается тело, сделано из бавовни, а то, что сзади – это синтетика. И минимум, ну, гривен на 50, такой вариант кальсонов будет дешевший. Мне очень понравился совет на счет смешанной комбинации 50 на 50. То есть мы можем сэкономить? Ну, а на злые морозы я бы порадил обирать кальсоны, сделанные из натуральной шерсти. А шерстяные? Не слишком-то это тепло будет? Зимняя рыбалка, зимняя охота. Любое длительное время. Съемки в холодильнике. Съемки в холодильнике, да. Совершенно верно. Ожидание девушки на остановке зимними вечерами, когда она долго не приходит, очень сильно опаздывает. Тогда очень сильно пригодятся шерстяные кальсоны. Можно даже с начосом. А если на шерсть аллергия? Выходом из данной ситуации является ангор. Она имеет гипоаллергенные свойства и не вызывает каких-то реакций отторжения со стороны кожи человека. Ну, а я бы еще порадил шукать такие кальсоны, и нехай они будут трошки дорожчие, но с додаванием марино. Это такая шерсть, которая видобывается из овец-мериносов. Они живут лише в Новой Зеландии. Это очень дорогая сировина. Но ее поставят в Украину, и наши предприятия делают такие выработки. Чем означает кальсоны из марино? Что они не сохраняют у себя запах пота. На что еще необходимо обратить внимание при выборе этого вида мужской одежды? Необходимо обратить внимание на швы. Они не должны быть грубыми, они не должны натирать, они не должны доставлять какие-то неприятные ощущения. Идеально, когда их вообще нет. Тут есть такой срезочек. Когда тут бесшовная строчка. Идеальное состояние кальсонов на теле мужчины это когда он о них забывает. И вообще, если есть возможность, не соромьтеся, примиряйте кальсоны безусловно в месте продажи. Итак, с кальсонами и подштанниками все понятно. Можем согреть нашего человечка. Таким образом, открыв еще один секрет согревания зимой. Мы спасаем постепенно нашего человечка. Оптимальный вариант. Кальсоны из натуральной ткани без фурнитуры. Светлана из Ровно пишет. У меня часто мерзнут ноги. В прошлом году купила сапоги на самой высокой подошве. Но все равно, через полтора часа пребывания на морозе чувствовала холод в ногах. Поэтому в этом году решила, если и потрачусь, то только на обувь, в которой будет реально тепло. Подскажите, какую подошву лучше выбрать? В первую очередь, нужно обратить внимание на толщину. Подошва зимового взуття должна быть 1 см, а лучше больше. Вертаемо увагу на материал. Но лучше 1 раз побачить, чем 100 раз почути. То мы провели эксперименты на переверку теплостейкости зимового взуття. Мы взяли три популярных виды подошвы. Это гума, винил и полиуретан. Надейка, ось ты стоишь біля холодильной камеры, там в середині мінус 20, так мы поклали на цели день сюди три черевики з різными видами названных подошв. Мы совсем скоро побачим, что же с ними сталося за несколько годин. И мы переверим, чи зберегают черевики под впливом наднизької температури, гнучкість подошвы. И это нам допоможе визначити, насколько сильно материал поддаётся замерзанию. Но про это немного позже. А сейчас я предлагаю посмотреть то, что сделали мои друзья, коллеги. Это будет нашим следующим тестом. Игорь Місевич, Сергей Калінін и Тарас Шпира. Они одягнули взуття с разной подошвой. Мы их нагодовали одноковой ежей, в абсолютно одинаковых условиях и отправили на ковзанку. Одягнули на них разные черевики с разной подошвой. А кто в яких черевиках швидше замерз, дивіться просто зараз. Гума, вініл або поліуретан. Яка подошва краще зберігає тепло? Щоб дізнатися це, ми на три години відправили Тараса Шпіру, Сергія Калініна та Ігоря Місевича на крижаний каток. Їхнє взуття має однаковий утеплювач. Відрізняється лише матеріал подошву. А щоб експеримент був більш точним, ми використовуємо тепловізор, що вимірює температуру тіла. Уважно слідкуємо за картинкою на моніторі. Якщо людині тепло, вона відображається у помаранчевому кольорі. Якщо вона починає мерзнути, у світло-жовтому. І якщо замерзла, блакитному. Тож, хто з наших експертів змерзне перший? Дізнаємось просто зараз. Тарас, скільки тобі заплатили, щоб ти нас на куток затягнув? Діло хозяйське. Нужно проверити, промерзають ноги у нас чи немає. У кого ноги вже замерзли? У мене починають. Не-не-не. Здається, процес пішов. Бо наші експерти вже не просто ходять по льоду, а намагаються зігрітися. Сереж, я бачу, ти замерз? Да, основательно. Покажи подошву свою. Тепловізор показує, що ноги Сергія мерзнуть, бо картинка на моніторі набуває блакитних кольорів. А це означає, що ноги справді змерзли. Отже, вінілова підошва наш іспит не витримала. Її вистачило лише на годину. Поки відігріваємо змерзлого експерта гарячим чаем, спостерігаємо за двома іншими. Їх ноги поки що в теплі, бо як бачимо, тепловізор фіксує жовті кольори. Давай, давай, Грюк, давай! Протягом наступних двох годин експерименту змерзли вже і Тарас, і Ігор. Це видно і на моніторі тепловізора. На підошвах обох чоловіків переважають блакитні та сині відтінки. Тарас, ти знаєш, я вже почав підмерзати? У мене ноги не підмерзли, але легкий холодок на підошві я немножко відчуваюся. Звичайно, три години – це вже такий термін. Уже б до Сережі чайку попити пішов. Сережа, не єш наші плюшки, ми йдемо к тебе. А і що залишилося? Заканчуємо експеримент, йдемо п'ять чай. Отже, найкраще зберегають тепло поліуретанова та гумова підошви, які на собі тестували Тараш Пира та Ігор Місевич. Найгірші з цією задачею справляється вінілова підошва, яка була на взуті Сергія Калініна. І так, у нас два фаворита. Подошва із резини і поліуретана. Хоча, звісно, поліуретанова показала себе чуток краще. Може, є якийсь тест, який поможет окончательно определитися? Треба подивитися, як себе веде різна підошва на морозі. Як я вже сказав, є холодильна камера, лежали ці черевики у наднизькій температурі, тут мороз, і бачимо одразу. Подивіться, що сталося із черевиком, підошва якого з вінілу. Ну, по-перше, підошва задубіла. А це говорить про те, що якщо там всередині буде нога, то вона так само задубіє. Ужасно. Логічно? Звісно. Вініл потеряв форму і став більш гібким. Такий черевик я б не купував. Якщо в нас немає підвічності подошва, якщо вона теряє своє еластичне, відповідно, у нас немає рухання. Це глобально повищає риски для заболівання, ну, практично в будь-якій розправительній проблемі. Навіть якісні кальсони вже теж не рятують особливо. Кальсони – це, к сожалению, не панацея. Так. Дивимося далі. Тут ситуація – це гума. Абсолютно не згинається, задубіла. Поскольку резиновая подошва толщиною 3 сантиметра, думаю, така обувь буде дольше хранити тепло. Черевик, підошва якого виготовлена із поліуретану, він абсолютно не втратив своєї еластичності, абсолютно не втратив гнучкості своєї підошва, гнеться нормально. Не заморозився, нічого. Тобто низькі морози, навіть мінус 20, для такого взуття не страшні. Тепер, я думаю, ми можемо определити теплосберегаючі свойства цих трьох подошв. І розставимо оцінки. Вініл – троечка за быстре охлаждення, резина – 4, поліуретан – п'ятерка. А, кстати, як понять, яка именно подошва в обуві? Щоб дати відповідь на це запитання, то уважно дивіться на упаковку. Добросовісні виробники на коробках обов'язково зазначають, з якого матеріалу зроблена саме підошва. Ну, якщо ми бачимо поліуретан, або ще є термополіуретан, ТЕП називається, це найкращий варіант. Якщо ж це не зазначено, то звертайтеся до продавців, і потім на око теж можна визначити. Підошва обов'язково має добре гнутися, навіть без низької температури. Вона має бути м'якою на дотик, не дуже такою дубовою. Ну що, тепер ми можемо согріти нашого чоловічка ще більше, ведь ми узнали, яка подошва саме теплое – поліуретанове. Ну, я ще додам, якщо підошва просто пришита нитками, то це теж не дуже гарний варіант, тому що таке зуття буде протікати, і наші ноги будуть мокрими. Угу, в таблиці це теж відразимо. Подошва із поліуретана. Літає, желательно. Тепер ми можемо повністю отогріти нашого сніговічка. Ну, от і все. Наш герой більше не напоминає сніговіка, йому комфортно і уютно. Пользуйтесь советами наших експертів, і вам теж завжди буде тепло. Привет! Я радий вас бачити тут, на Ютюбі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть «Підписатися». І ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре».